Два новых аппарата искусственной вентиляции лёгких предназначены для того, чтобы помогать людям с тяжёлыми лёгочными патологиями. Прост в использовании для врачей, удобный интерфейс на русском языке, компактность и стоимость меньше, чем у иностранных аналогов. Спасать в экстренных ситуациях, когда на счету каждая минута, очень непросто. Ещё тяжелее, когда пациенту необходима искусственная вентиляция лёгких, а для функционирования аппарата ИВЛ требуется компрессор. Весьма нелёгкая часть реанимационного комплекса. Новое оборудование облегчает жизнь реаниматологам. В приборах встроенный компрессор и не требуется баллон для создания воздушного потока. Закупленные аппараты относятся к высокому классу и будут эффективнее, уверены медики. Респираторная терапия – это один из разделов реанимационной помощи. Сейчас он вышел на новый уровень, если раньше речь шла о простых дыхательных мешках. Сейчас это сложная электроника, которая позволяет так тонко помогать пациенту при дыхательных расстройствах, что пациент этого не чувствует, вмешательства посторонней машины. Закупка новой аппаратуры для ИВЛ последний раз проводилась в 2012 году. Семилетние приборы тоже в рабочем состоянии, но срок их бесперебойного функционирования подходит к концу. Один аппарат – один человек. Сейчас больница разом может держать на искусственной вентиляции легких 26 человек. В этом году планируется закупить еще пять приборов ИВЛ, каждый ценой около миллиона семисот тысяч рублей. Объем дохода, часа дохода, что пациент получал заплатный заместительный дыхательный фокус. Ежегодно в отделении реанимации и интенсивной терапии помощь оказывается более 2,5 тысяч пациентов. Обновление аппаратного парка для больницы и людей – мера жизненно необходимая. Валерия Чурова, Бахтияр Салтанов, репортер 73.